Здравствуйте друзья! Несмотря на уже большое количество обзоров по тематике умного дома экосистемы Xiaomi, я совершенно незаслуженно обходил вниманием один из самых доступных и очень полезных датчиков системы – датчик открытия окон и дверей. Кроме своих основных функций, которые заложены в его названии, этот датчик является самым легко модифицируемым датчиком системы и сфера его применения намного больше, чем кажется на первый взгляд. Но первый свой обзор по этому датчику я все же посвящу его основному функционалу, хотя и упомяну о возможных модификациях. Начну как всегда с комплекта поставки. Как и все остальные датчики системы, это коробка из белого картона с полиграфией в серых тонах. Коробка очень похожа по размерам на коробку для беспроводной кнопки, плоская и квадратная. На задней стороне имеется некоторая техническая информация. Из интересного, кроме габаритов, это протокол работы ZIG-B, то есть для работы необходимым шлюз Xiaomi Gateway и тип используемой батарейки 1632. Батарейками 2032 и 2450 я уже запасся, видимо придется еще добрать 1632. Внутри коробки, удерживаемой картонной вкладкой, находится датчик, который состоит из двух частей, собственно сам датчик и магнит. Кроме датчика и магнита, в коробке есть еще запасной комплект двустороннего скотча, один комплект уже наклеен на датчике. Размеры. Основная часть имеет 4 см в длину и 2 см в ширину. Магнитная часть примерно 2,5 см в длину и 1 см в ширину. Для крепления на поверхности, на задней части обоих частей датчика уже наклеен двусторонний скотч. Достаточно лишь снять защитную пленку. На одной из узких сторон основного датчика, условно назовем ее нижней, имеется отверстие кнопки сопряжения и выемка для открытия датчика. Открывается датчик не сложно, достаточно просто поддеть за выемку и снять крышку. Из всех датчиков, что у меня были, самая легкая разборка у этого. Почему вначале я назвал этот датчик наиболее легко модифицируемым? На экране вы видите ответ на этот вопрос. По сути, датчик реагирует на состояние контактов, разомкнуто или замкнуто. По умолчанию, для этого служит нормально открытый геркон. При приближении магнита геркон замыкается. А для модификации, достаточно параллельно геркону припаять два провода и сделать датчик для своих целей. Например, в одном из комментариев к моему видео обзору беспроводной кнопки, интересовались, можно ли контактам микрика припаять провода и вывести на обычную кнопку дверного звонка. Я посоветовал воспользоваться переделкой датчика открытия, что оказалось гораздо проще. И комментатор успешно реализовал свою идею сделать дверной звонок частью системы «Умный дом», причем внешне он остался как и был в виде самой обыкновенной кнопки. Вариантов модификации еще много, и я буду рассказывать про них по мере реализации. На внешней стороне платы расположен элемент питания 1632, заменять его сложности не составляет. Для совмещения датчика и магнита на длинной боковой части каждого имеется риска. Для работы их необходимо разместить этими сторонами друг к другу. Для сопряжения, нам понадобится скрепка, в комплекте она не идет, но требуется уже настолько часто, что я даже не прячу ее далеко. Экспериментальным путем, установив на режим закрыто-срабатывание подсветки шлюза, я определил максимальное расстояние, на котором замыкаются контакты гиркона, это около двух сантиметров. Поэтому располагать датчики магнит можно не строго друг против друга, а например, как на этой иллюстрации со сдвигом. В таком положении работает отлично. Подключается датчик стандартно через плагин управления шлюзом. Выбираем подключить устройство. Из списка выбираем Door&Window Sensor, после чего, следуя экранным подсказкам, зажимаем кнопку синхронизации, ждем тройного подмигивания светодиода, после чего отпускаем кнопку и дожидаемся окончания процесса синхронизации. В списке устройств у нас появляется новый датчик. Датчик, подобно кнопке датчику движения и кубу, не имеет своего плагина. При нажатии на датчик в списке устройств попадаем на окно датчика, состоящее из двух вкладок. На первое, список сценариев, где он работает, а на второй лог изменения состояния датчика. В сценариях датчик доступен только как условие и имеет три варианта срабатывания. Открыто, закрыто и открыто более одной минуты. Варианты применения. В этом обзоре мы говорим лишь о штатном функционале. Первое. Включение освещения при входе в комнату. По открытию двери включится два светильника, потолочный и лампочка. Установив время активности такого сценария на вечерние часы, уберем лишнее включение днем. Второе. Датчик может служить триггером для сигнализации в настройках шлюза. Для этого необходимо выбрать его в окне настроек работы сигнализации. Триггеров может быть много, например несколько датчиков открытия и движения. Ну и третий вариант лично у меня, герой обзора находится на окне и при открытии окна отключает увлажнитель воздуха, а также прекращает действие сценариев, которые контролируют уровень влажности. При закрытии все включается обратно. В качестве итога. Мы видим, что герой обзора недорогой, полезный и на самом деле многофункциональный датчик. И я обязательно еще вернусь к рассказу о нем и вариантах его применения. А в данный момент ко мне едет еще несколько таких датчиков. Спасибо, что смотрели мое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч.